здравствуйте дорогие друзья добро пожаловать на регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги нефтехим арена значит мы в нижнекамске для того чтобы следить за матчем между нефтехимиком и ска из санкт-петербурга ну а дальше под прессингом оказывается нефтехимик падает за сыровой прием казеонов не прошла изначально что здесь а здесь свалка жраченков да там шайбы может быть чаще гостит его зоне но тем не менее работа у него совсем немного есть непростая задача для милючка нужно было не просто остановить этот бросок так еще и от стопа не дать такого потому что рядом там и сергеев и куликов периода который первые троих нападения провел целиком в зоне хозяев не точно паск аспиранта был перехвачен и нижнекамская команда давненько уже не проявлялся в атаку сходу вот сейчас тащил шайбу бросил и концов период выбрасывания не такими зарабатывает но хотя бы можно снизить давление шерыченкова ну и кроме всего прочего тут милючук там пытался пытался продолжить игру но чуть-чуть она прозвучала свисток арбитра то нефтехимик прилично устал за второй период ну и сейчас он до поедина с захарчиком только сейчас поехали на смену для них тоже получилось по таким добраться до шайбы первым повес его на пятак и сумел похоже так завернуть ее в ближний угол ворота мельничка да еще и от конька даже не выезжали точную передачу сделал и попал просто в подакина и а он выкатываясь так по инерции то шайба по сути и вывез ты на пятак и себе удобно под клюшкой обнаружил ты и не сразу это зоны нефтехимик полном составе перехвата как белова накрывает этой ситуации бросок а что они делают неужели потайки на 5 нет не потайки по моему кто-то из легионеров быстро контр-атаку а мы говорили что их надо не бояться на про них надо не забывать и в одного игрока обороны здесь и не хватило дебренко он видно что он появился видимо кто-то из нападающих сменился в концовке большинства но вернуться в обороны дебренко не успел нефтехимик в концовке это же самое концовка в втором периоде в одной из немногих быстрых контр-атак сумел отметиться второй да и мы видим в конце концов отвоел от себя шайбу и может спокойно выйти нет не спокойно но вышел шаксадаров бросает заметно да что мельничок не хотел снова останавливать игру бенера ска для них сейчас задача вы ну просто ска сейчас нужен был чем раньше тем лучше разница его в счете не такая большая для хоккея но тем не менее все на крышка на льду стояла игрока нефтехимика поэтому шайба срикошетировал от ее опять же в сторону может быть так по-другому качок очень неплохо добить вот пожалуйста был бурдасов от 2-1 вот то что то что мы они хотели то они и получили и сумел переправить шайбу в бороду нефтехимика и в качок поучаствовал и лектере по моему да это раз добивание да не знаешь плотников добрался там до шайбы но в итоге она выкатилась под бросок бурдасова с такого острого угла не просто попасть но антон бурдасов сумел выбрасывает ее на ход себе лектеря опережает шеребзяного передачи на пятак общими усилиями почистили хайрулин через борт хочу же по моему не играми уже не важно уже не важно потому что победу 21 и поздравляем во первых нефтехимика со второй победы подряд да потому что была очень долгая пауза в этом самом победной истории бурдасов конечно молодец что забросил но ска терпит пятое поражение в последних семи игр бурдасов